Деньги на ветер Деньги на ветер Сберихи в причинах. Министерство образования края заявило, что сокращение сотрудников сферы образования, а сократить собирались около тысячи-полутора тысяч человек, не связано с необходимостью повышения минимального размера оплаты труда. МРОД, напомним, высился в регионе с 1 января и еще раз вырастет с 1 мая, а связано сокращение с тем, что число административных и вспомогательных работников школ просто доводят до обозначенного в государственной программе. Все так, только вот без необходимости увеличивать МРОД их вряд ли бы сокращали. Просто денег на увеличение хватает только тому числу людей, которые заложены в программе. Хватало бы в бюджете всем, разве нужно было бы кого-то увольнять? Такие простые и непростые связи. Власти региона объяснили, на что все-таки можно будет тратить деньги, полученные от курортного сбора. В постановлении, вышедшем на днях, перечисляются учреждения культуры, отдыха, оздоровления, парки, скверы, городские леса, теренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, некие элементы благоустройства. А также говорится о неких объектах, которые, внимание, способны удовлетворить духовные и иные потребности туристов, способствовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил. То есть туда же попадут, видимо, музеи, кафе, гостиницы, да что угодно. Но вот будем теперь следить, что из этого получится. Февральско-мартовские гендерные праздники в Алтайском крае впервые за последние 4 года с кризиса 2014-го дали потребительский подъем. По данным Алтай-Крайстата, за 3 месяца 2018-го оборот торговли вырос на 1,4%, общепита на 1,3%. То есть делать разные покупки и ходить в рестораны люди стали больше, ну, по крайней мере, тратить больше. Рост в целом, конечно же, небольшой, но в прошлые годы было исключительно падение и на 4%, и даже на 8%, так что тренд позитивный. Другое дело, что это вполне может быть связано и с ростом кредитования, а не доходов. Продолжается инфраструктурно-экономическая эпопея под названием Старый мост. Почему экономическая? Да потому что в его ремонт владельцу придется вложить около 1 миллиарда рублей. Ну, это по разным данным. По крайней мере, сотни миллионов, это точно. Что происходит сейчас? Росимущество, которому по суду достался мост, пытается через суд же обязать отдать его Росавтодору. Процесс только начался, и крайне любопытно, как мэрия Барнаула, не захотев тратить деньги на него, спровоцировала конфликт двух федеральных ведомств. Меж тем, состояние моста крайне плачевное. Доживет ли до разрешения конфликта? А закончить хотелось бы словами представителя казино «Алтай Пелос», что в горной зоне «Сибирская монета». Единственная работающая, напомню. Руководство заведения вдруг выступило в СМИ с жесткой критикой политики алтайских властей в области развития туризма и инфраструктуры. Процитируем лишь одну общую вещь. Сегодня поток туристов на Алтай около двух миллионов человек, а отели, способные обеспечить комфортный уровень приема, к которому начали привыкать наши граждане, можно посчитать на пальцах одной руки. На Алтае культуры гостеприимства не существует, нет кадров, нет понимающих собственников. Первое казино в «Сибирской монете» открылось в конце 2014 года, но дороги до туда нет до сих пор, да и с другими коммуникациями есть проблемы. Возможно, в том числе и поэтому инвесторы не ходят туда толпами. В этом будем разбираться в следующих программах. Увидимся через неделю. Счастливо!